приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донскова и сегодня мы будем делать один из вариантов макияжа на весну вы меня часто спрашиваете как я сделала макияж но честно говоря каждый раз у меня получается по-разному но принципы в общем-то сохраняются одни и те же поэтому просто буду показывать как делаю как придет сегодня по настроению и так далее первое с чего я начинаю это праймер я его всегда наношу как основу под макияж под тональную основу такую небольшую каплю вот такую капельку беру его код на потом напишем коды 33709 мне очень нравится именно этот праймер он хорошенький и сразу смотрите что он делает лицо становится матовым поры сужаются хотя у меня пор не крупный но в районе вот переносит вот тут где крылья носа все-таки поры есть и мне нравится что макияж более стойкий то есть макияж вообще становится такой продолжительное время держится на лице когда это актуально особенно летом когда начнется жара следующем что я буду использовать это основа тональная код 33 157 моя любимая aqua boost серии тоже жива я беру на на руку руку использую как палитру привыкла наносить тон кистью беру пушистую такую толстую кисть из набора кстати тоже все от reflame все кисти от reflame их очень люблю и начинаю распределять по лицу стороны от центра стараюсь следить чтобы не было слишком много тона в одном месте потому что его потом сложно растягивать в стороны хороший тон он такой легкий невесомый хорошо прокрывает все лицо классно ложится на праймер у меня есть конечно неровности и покраснение на лице из небольшие такие мелкие пигментные пятнышки от которых я никак не избавлюсь очень мне понравилась маска с огурцом она осветляет прям заметно осветляет пигментные пятна и я стала ее делать почаще думаю тоже будет хорошая помощь видите расход тона совсем маленький еще половина капли осталось а уже я прошла все лицо можно также пройти второй слой чтобы сделать свой тон более плотным так надеюсь я не загораживаю камеру какое важное движение мы должны с вами девочки запомнить это смахи чтобы не было линии границы между лицом и шеи то есть вот такие вот смахи втушевываем волосяной покров обязательно тон чтобы он у нас вписался прям туда так еще чуть-чуть осталось ну и вторым слоем я пройду вот по своим проблемным местам и тут у меня следы шрама например вот тут шрам это ваш любимый котик меня поцарапал так сильно что у меня шрам остался кран тогда еще был совсем маленький и глупенький и больше с тех пор он конечно меня никогда не царапал ну только руки если я сама к нему лезла слишком сильно так следующий шаг мы делаем подробный обзор лица кожи смотрим чтобы мы все прошли ничего не забыли глазки обязательно сейчас мы делаем подложку подложку под макияж то есть лицо у нас должно быть прогрунтовано как будто вы рисуете картину так все следующий шаг я беру плоскую такую упругую кисть и мою любимую палеточку кстати тоже the one кот и и 35 32 592 вот у нее три отделения два верхних это корректоры а 3 пудра пудра я практически не пользуюсь а корректор мне очень нравится верхние то с таким розовым подтоном я наношу на синие места где венки просвечу 10 очки смотрите я удаляю сразу источник этого синего света такими прям вбивающими движениями вообще я люблю макияж делать очень быстро не люблю долго раз раз усоливать с ним мне кажется нет смысла тратить много времени на мэйк главное сделать его легким комфортным приятным подчеркнуть достоинство так и как раз вторым оттенком таким желтоватым я перекрываю все места которые с коричневым тоном то есть так это их маскирую и вот тут у меня пятнышки далеко мне зеркало там висит вот так поближе посмотрю упругая кисточка она так пружинит и хорошо вбивает все так его пятнышко у меня коварных местечек которые нужно припрятать чтобы не вылазили новые пигментные пятна девочки обязательно делаем защиту кожи то есть кто нос щекотит кто ходит без тона хотя бы наносите хороший солнцезащитный крем с высоким фактором spf следующий шаг пудра я буду пользоваться пудрой тоже серии зван средний оттенок набираю на большую пушистую кисть постучала и аккуратненько пудрой все прохожу свое лицо почему стучу чтобы пудра пятна мне легла на одно место потому что он все равно имеет такую еще влажную текстуру на коже и утра прилипнет просто и будет не очень хорошо так все личико стала ровненькая и хорошенько сейчас займемся как раз в коррекции мне понравилась палетка так вы держите тормашками палетка который входит румяна хайлайтер и бронза то что есть не делаем ну конечно принципе сначала лучше брови сделал давайте сейчас брови сделаем потом буду уже коррекцию потому что это может бровей осыпаться беру палетку который у меня сломалась даже показывать не буду крышку беру кисточку специальную такой вот соскошенным кончиком набираю оттенок который посветлее и капельку темного то есть я смешиваю два оттенка лишняя сдунула аккуратненько начинаю намечать где у меня будет начало брови вот видите уже кусочек осыпался с кисточки стряхиваем только кистью сухой пухлой чтобы не получилось так что мы пальцем стряхнули например как бывает белой одежды мошки мошек стряхивают стряхнули и размазали мошку по всей одежде можно кофточку сразу стирку кидать на или пальчик то есть я легкий набросок делаю брови тут же беру делаю сразу вторую чтобы они были одинаковые максимально стараемся сделать все одинаково чтобы это было приятно и комфортно для глаз мы же не маску до рисуем то есть мы чуть-чуть подчеркиваем наши прелести которые нам даны от природы то что нам не очень нравится мы должны с вами спрятать скорректировать все в общем то принципе они просты не перегружайте лицо макияжа во первых это не модно сейчас во вторых это не очень комфортно в третьих когда вы регулярно ярко краситесь потом при выходе свет например вы идете в ресторан театр вы уже некуда уже усилить макияж а именно вечерний макияж предполагает такие более яркие оттенки более эффектные тона и так далее под одежду а если вы у вас обычный рабочий день то зачем делать слишком слишком этому много тона много стрелок или черные густые брови короче я немножечко ликбез провожу параллельно пока крашусь чтобы вы не скучали так смотрим брови должны быть одинаковые мне кажется мне вот эта бровь чуть-чуть пошире вот но потом все равно можно будет еще сделать коррекцию беру щеточку вот обычную щеточку для туши одноразовую я ее взяла и про чесываю бровки это можно и перед коррекции сделать даже нужно но я вот не сделал почему важно причесать во первых мы лучше распределяем тени укладываем брови и уже видно где у нас что лишнее или куда это нужно добавить чтобы было одинаково надеюсь вы тоже видите хорошо надо добавить чуть-чуть цвета я просто по чуть-чуть по чуть-чуть понемножечку усиливаю если в этом есть необходимость вот достаточно мне брови мои уже нравится и считаю что больше с ними делать ничего не нужно только одно движение которое я сделаю специальной тушью для бровей у меня средний тон нужно брать тушь на один тон светлее чем ваши бровки чтобы не перегрузить их и я этой же тушью прохожу сверху это мне дает эффект фиксируется укладка прокрашиваются самые светлые волос волосики за счет этого становятся брови гуще за счет естественных волосиков они теней и так далее вот вот теперь все хорошо бровки уложены подкрашены в принципе смотрите вот сделали тон выровняли сейчас делаем коррекцию брови сделали и все можно просто накрасить реснички и губки но у нас цель сегодня показать прикольный макияж следующее что делаю я беру кисть я вот одной кистью пользуюсь беру хайлайтера немножечко и наношу под бровь вот сюда немножечко на нашу между бровями и на переносицу сразу только немного у меня спрашивали насколько хайлайтер сильный да он очень смачно если его слишком много нанести то получается некрасиво и очень заметно я тут же немножечко прокладываю на зону под глаз немножко кладу можно более мелкой кисточкой это делать вы видите просто кисти сжимаю у меня получается остренький кончик сюда чуть-чуть положила и немножечко над губой и под губой то есть на подбородочек не сильно так надеюсь что то видно но скорее всего не сильно но как уж передает камера следующее я беру вот этот бронзатор делаю такой же вот острый кончик и прокладываю немножечко на вот эту зону которая будет у меня подрумянами чуть-чуть делаю себе такую чуточку с этой стороны тоже самое только не сильно потому что это дневной макияж если это будет сильно выделяться стряхнула кисточку прямо там руку и потрясла этой же кисточкой набираю румяна постучала чтобы они распределились и легонько сверху где должны быть румяна я раскидываю такие смахивающие движения делаю кисточкой оттенок румяна очень приятный он такой он не ярко розовый то есть у него такой спокойный естественный цвет мне очень понравилось не смотрится резко на бледной козе потому что кожа сейчас бледная и я думаю будет хорош и зимой и летом то что не будет слишком ярким так я сделала достаточно и немножечко сюда хочу тоже бронзатора нанести на открытую зону потому что я сейчас хожу без челки отращиваю челку никак не привыкну когда много много лет проходишь с челкой потом это уже настолько непривычно если у вас тут подбородок обязательно проложите тень вот этим бронзатором чтобы скрыть и немножечко я положу на кончик носа наш нос у меня длинненький если вам видно я хочу чтобы он визуально хотя бы смотрелся не таким длинным пойдет все коррекция готова следующий шаг я делаю тени я беру тюбик с моим любимым праймером для теней то есть это база для тени я выдавливаю одну капелюшку примут на пальчик вот смотрите вот такая капелька и прям пальчиком наношу на века у меня ногтей длинных нет поэтому мне это удобно если у вас длинные ногти то придется воспользоваться кистью для чего нужен праймер по нему лучше тушуются тени они фиксируются макияж будет держаться дольше вторая капелька я тут же делаю на второй глаз я оценила этот праймер он мне очень нравится очень и хватит его надолго тюбик большой расход очень маленький и тени любые тени на смену смотрится лучше вот у меня уже давно с осени но он практически полный конечно я не постоянно пользуюсь но он у меня очень полный а фишка как сделать глаза такими раскрытыми распахнутыми я беру толстый карандаш он нас серии водостойкие карандаши этой старой коллекции вот он мне еще не закончился и он мне очень нравится по цвету он такой зеленый какой-то приглушенный смотрите какое делаю движение я провожу тоненькую линию в ресничном пространстве межресничном то есть так и смотрите я довела до конца глаза и делаю вот такой вверх ой чуть-чуть назнула движение вверх смотрите я как бы направила глаз внешний угол глаза вверх чтобы глаза стали более распахнуты и большие сразу делаю то же самое на втором глазе легкие прикосновения и одно движение вверх раз сделала может быть он нам еще пригодится для того чтобы усилий далеко его не убираем далее беру кисточку такую с острым кончиком острое плоское она нас для по моему корректора это кисть мне она очень нравится для теней беру палетку из этой же серии в риме в риме мне она очень нравится кстати это уже вторая палетка первая частично закончились цвета я взяла вторую сразу кисточка упала поэтому возьму другую окей будет мне конечно посложнее немножко другой кисти но я попробую ну тоже наподобие кисточка кстати из набора я набираю оттенок теней возьму так вы у меня просили макияж показать где у меня зеленые как растение показываю я беру третий цвет из левого ряда да если вы будете смотреть на палетку то для вас это левый ряд я набираю цвета на кисть немало пусть нормально обильно набирают все и первое что делаю я прокрываю вот эту зону смотрите то есть я соединяю тени сыпется с этой кисточки мне не нравится она и так как у меня уже вот линия карандашом прочерчена мне удобно я сразу по ней и поднимаюсь вверх далее складочку прорисовываю это ничего нормальная кисточка просто привыкнуть нужно к любой кисти сюда нужно приспособиться если она уж вам не нравится то лучше ее убрать лишние тени сейчас стряхну кстати эта кисточка меня не арифлейм я купила на какой-то выставке хотела использовать ее для красок но она не подошла мне по форме то есть ворс хороший но рисовать ей не удобно вот нанесла и теперь пухлую такую кисть пухлёшечку тоже арифлейм и беру оттенок то это получается правый ряд 2 сверху такой оливковый цвет тоже с перламутром и наношу как вы думаете куда на середину глаза вот сюда аккуратненько дети я прям впечатываю теме я их не тушую а прямо прикладываю чтобы они прилипли к нашему правильно так можно по традиции сделать один глаз чтобы не занимать много времени ой сюда тени попали вот вы видите сейчас пока страшно доберу еще одну пушистую кисточку и самый светлый оттенок теней самый светлый он первый получается в левом ряду запутаю вас окончательно и начинаю этим цветом как раз прокладывать внутренний уголочек глаза приближаясь к оливковому цвету сверху обхожу и начинаю делать эту тушевочку тенях очень важно сделать хорошую тушевку будут красивые переходы не будет четких линии видите да какой глаз стал если ну да здесь я уже покрасила он смотрит вверх у него все хорошо так мне нужна кисточка возьму еще такую тоненькую кисточку и наберем нее оливковый цвет который мы клали на серединку и проработаю нижнее межресничное пространство тут у нас карандаш но мы его должны втушевать я тенями так вот втушевываю тени в карандаш и он не размажется он зафиксируется и и обязательно этот уголочек между когда вот нижняя века соединяет с верхнем зачастую его забывают прокрасить но это очень важно он тоже должен быть прокрашен ни в коем случае не забудьте про него что он у вас тут есть так теперь смотрим если кажется что например хочется глаз делать подлиннее чуть-чуть вот у меня по ощущениям я вижу что глаз слишком рез рано я оборвала я подкладываю сюда тени чуть-чуть уже не такой темный оттенок беру то есть не так много тона тот же самый оттенок но но тонально сделаю более слабенькую то есть как бы намек что он сюда у нас глаз расширяется и конечно же тушевка мне очень нравится эта пухлая большая кисть я ее чищу прямо об ладошку и аккуратненько начинаю тушевать все это в сторону в сторону смахи таки мы убираем этим резкие границы и растягиваем визуально глаз становится больше и длиннее вот сравнивайте есть же разница как естественный глаз если эту тени стереть и сейчас он стал более вытянуты и принял такую интересную форму я так и сделаю один глаз накрашу потому что иначе это будет очень долго потом докрашу второе так вот что получилось и сейчас нам вот пространство которое у нас светлыми тенями нужно будет пройтись аккуратненько карандашом такая карандаш не взяла вау 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 хорошо значит будем делать стрелку официальность подводкой тоже серии вариме будет очень эффектный макияж снимаю с кисточки лишнее мне прям нужно чтобы кисточка была тоненькая тоненько чтобы на ней не было лишней подводки никакой лишней массы иначе будет слишком жирная стрелка и будет как бельмо да такой сиять аккуратненько начинаю прокрашивать вот таким образом ой моргну моргну вот так довожу до конца глаза практически до конца и остановка заодно покажу красивую стрелку то есть стрелка должна быть начинаться потоньше чуть-чуть может расширяться то есть это логично она не может быть наоборот сначала толстая потом тонкая и кончик у стрелки мы также поднимаем по принципу как мы рисовали с вами нижним карандашом когда подводили глаз мы тоже стрелку рисуем и так вот вверх галочку и потом то есть галочку прорисовали проверили на месте она или нет и потом делаем легкое движение руки соединительное движение так обратите внимание я пальчиками фиксирую руку чтобы она не дрожала нас опираясь на свою вот кость скуловую и все получается аккуратно вот стрелка если кажется стрелка слишком задрена вверх мы можем чуть-чуть удлинить утолстить кончик вот так вот и вывести его вот сюда вот такая стрелка мне нравится как вам закрою этот глаз такой хулиганский прикольный макияж но достаточно яркий конечно же ну и я в общем-то это не делаю дневной макияж да делаю нормальный такой классный макияж опять беру кисточку еще раз делаю тусовку чтобы тени прямо выглядели легкими легкими но при этом смотрите они достаточно насыщенные так и очень важно дождаться когда подводка высохнет потому что если вы сделаете движение раньше вы можете просто размазать и забыли мы один сделать штрих это нижняя внутренний угол мы тоже светлыми тенями делаем такое соединительное движение и высветляем так уголочек вот вот такой получился глаз осталось только накрасить реснички тушью моя любимая тушь так и остается тушь пять в одном у меня вот в праздничной упаковке брала себе такую тушь набираю круговыми движениями вращательным на кисточку и аккуратненько начинаю прокрашивать от основания то есть я подбираюсь к основанию и там снимаю тушь подбираюсь вот так аккуратненько подсохла уже тушь поэтому я делаю такой хитрый трюк мне понравилась тушь вот с этой кисточкой с металлическим с металлической щеткой я не могу даже я не знаю как назвать но я из нее набираю тушь потому что ее здесь много и она очень классная опять закрываю вот таким образом я ее решила использовать и продолжаю красить реснички моей любимой щеточкой пять в одном ой глаз очень наслезится ну и делаем несколько слоев туши как обычно один два три чуть подсохнет я еще раз делаю нижние реснички обязательно даже если они такие хлюпенькие как у меня все равно их нужно чуть-чуть оттенить потому что глаз станет более выразительной и эффектной ну вот мне уже нравится останется губы накрасить и второй глаз не рекомендую выходить из дома с одним накрашенным глазом никто не поймет вашу шутку у меня был правда один раз такой прикол мы с подружкой еще когда были юные только учились краситься делали макияж и пробовали и в результате я на одном с одной стороны я красила макияж в таких в сине-серых оттенках а с другой в коричневых теплых то есть мне было интересно какой у меня лучший макияж и в результате мы так что-то закрасили что я забыла что у меня разные глаза и я так уехала домой а потом мне казалось что это такая красивая потому что у меня все так смотрят улыбаются оказывается надо мной просто ну хихикали люди да не понимая что я хотела показать они просто надо мной хихикали так немножко чуть-чуть слиплось потому что сразу не набрала свеженькую тушь беру щеточку у меня еще одна щеточка тоже такая же одна для бровей одна для ресничек и аккуратненько распределяю разделяю реснички пока они не сохлись окончательно потому что когда они сохнутся их уже разделить будет очень-очень сложно даже практически невозможно так еще так итак в результате у меня получился вот такой макияж интересные мне кажется глаза стали такие выразительные яркого цвета губы я накрасила сначала обвела контуром из серии The One мой любимый теплая корица а помада у меня из серии Giordani металлик самый светлый оттенок не помню как называется 35394 такой получился интересный макияж жду ваших комментариев ваши отзывы вопросы естественно тоже если видео полезно и понравилось поставьте лайк подписывайтесь на канал и оставайтесь вместе со мной до новых встреч с вами была Лилия Донскова пока пока КОПРО СТОПВИДЕО ПОРО СТОПВИДЕО ПОРО'S ПОРОС imut